Сейчас не буду касаться медийной сферы, учитывая, что он глава, руководитель, не руководитель, собственник самого большого канала в стране, у меня вопрос другой. Сейчас возникла информация о том, что есть уголовное дело относительно стокгольмского решения арбитражного суда по делу Фирташа, имеется в виду по тем газу, который был отобран в Росукрэнерго. Скажите такую вещь. При этом мы знаем, что господин Хорошковский и Фирташ, они, скажем так, состоят в неких отношениях в бизнесе. Вы не видите здесь конфликта интересов? На самом деле, я считаю, что здесь есть два параллельных процесса. Первое – это, к сожалению, проигранный суд в Стокгольме, по которому Украина должна возвращать какие-то товарно-материальные ценности. Второй параллельный процесс, он связан с тем, что эта ситуация, в которую мы попали, она имеет две составляющих – это имиджевая составляющая и сугубо финансовая составляющая. Она требует правовой оценки. И вот параллельным процессом, поскольку это связано с большими суммами и связано с международной деятельностью, занимается служба безопасности Украины. Я считаю, что это два параллельных процесса. Нам не надо пытаться их смешивать, находить здесь какие-то линии пересечения интересов. Мне кажется, что все должно развиваться в рамках действующего законодательства. Вот это наша задача. Что касается возврата денег РОЯ, то никаких денег сейчас и никакого газа Украина возвращать не собирается. Мы ждем сейчас официальных документов из Стокгольмского суда. И после этого правительство Украины будет принимать решение о тактике дальнейших действий. Я подчеркиваю, правительство Украины. Потому что речь касается о больших объемах природного газа. Скажите, вот та правовая оценка, которую собираются сейчас давать СБУ, правильно ли я понимаю, что это будет некие расследования относительно действий прошлой власти? Вы знаете, это будет расследование не в отношении прошлой власти, а в отношении чиновников, которые принимали конкретные решения, которые привели к тому, что сейчас мы проиграли суд, сейчас Украина, во-первых, вернет газ, а во-вторых, я не знаю, есть ли в арбитражных решениях...